Вот о будущем развитии истории под названием российские ЧВК и их участие в войне России против Украины говорим далее с нами на связи Марк Фегин, российский правозащитник. Марк Захадович, рад видеть в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Рад приветствовать Юрий, рад приветствовать всех зрителей телеканала Freedom. Марк, ну вот вопрос, а как по-вашему видится дальнейшее развитие проекта под названием Пригоржин и его ЧВК? Да, с учетом того, что как мы видим, вообще в целом склонна история, да, вот противостояние разных блоков из целовых и не только. развиваться в ключе формирования новых каких-то, да, ЧВК, частных военных компаний. Ну, как бы, есть под собой какие-то военные, но и, в принципе, можем как-то думать о каком-то будущем. Да, тут вопрос, каково оно будет, но все же, да, вот как вам видится развитие этого Пригоржинского трека и ЧВК «Вагнер»? Ну, совершенно очевидно, что история как бы Пригоржина и его этой ЧВК, так называемой, потому что правильно было сказано в сюжете в предыдущем о том, что, собственно говоря, это вообще нормативно никак не регулируется. Но Россия такая страна может не регулировать. Это как раз не самая большая проблема. А вот из всех перечисленных, вот «Редут» и «Патриот» и так далее, это же ведь самая, ну, скажем так, неподконтрольная, условно, конечно, условно, организация, поскольку сам Пригоржин не государственный чиновник, он не министр обороны, он не Аксенов, который формально является руководителем субъекта федерации и так далее. То есть, практически, да и даже вот говорят о том, что Сечин и Миллер, компании «Газпром» и «Роснефть» тоже по поручению сверху создают такие ЧВК. Вот, там этот «Редут» тоже вот такой же. Но это все равно люди как бы из самого ближайшего окружения и такие либо госчиновники, либо полугосударственные руководители компаний, монополий, госмонополий. Поэтому они в куда большей степени встроены в систему власти. Они все либо чиновники прежнего аппарата правительства, там, администрации президента, близкие Путину, люди, которые на ответственных, ну, государственных должностях, ну, и явно не сидевшие, да, по 9 лет, хотя бы формально. Хотя, может быть, они преступники еще большие. А вот, вы знаете, за этот период войны, за год с лишним, стало понятно, что Пригоржин, ну, он просто чужой элемент во всей этой системе, да еще и с политическими амбициями. И проблема в самом Пригоржин. Если бы он был абсолютно зависимый и покладистый, и не имел таких амбициозных планов, там, наверное, можно было как-то дальше сосуществовать. Но сейчас очевидно, что он тянул одеяло на себя. Он хотел и денег, и власти, и, так сказать, институциализации его. Потому что, помните, вот все эти инициативы по легализации ЧВК через свою марионетку, такую, одна из фракций «Справедливая Россия» Миронов, там есть некто из Питера. Так вот, он его там немножко башляет деньгами, хотя понятно, что тот его сдаст, как только поступит команда сверху. Все его положение эксклюзивное, как бизнесмена, или, как он себя называет, директора ЧВК Вагнера, оно, собственно, было обосновано лишь тем, что он повар Путина. Ну, повар во всех смыслах. Он и подавальщик, и носитель всяких тайн, и, возможно, каких-то услуг, которые он оказывал Путину. Вот сейчас это время вышло, сейчас необходимость в таких, как Пригожин, ушла, потому что он практикой ЧВК Вагнера создал, ну, скажем так, понятную форму организации таких структур. Если раньше не понимали, а как зэков отпускать под помилование, как вообще, говоря, эти подразделения формировать, какие задачи поручать, как отбрехиваться. Вот теперь все как бы понятно. Тем более, я напомню, помимо внутренних конфликтов, там, с Бердловым, губернатором Санкт-Петербурга, с Герасимовым, главой Генштаба, помним, какие эпитеты отпускали по его команде, да и сам он не скупился на слова Пригожина в отношении генерала армии Герасимова, того же Шойгу, его зятя Столярова, ну и так далее, и так далее. Администрация президента, он со всеми в конфликте. Он еще имел конфликт, сейчас имеет официальное обозначение, как криминальная международная организация, которую Соединенные Штаты присвоили. Пока как бы не террористическая организация, но такая этикетка немногим лучше. Поэтому проще слить. Вот не нагружать ворохом проблем, защищать Пригожина, спасать его подразделения, соединения, а вытратить их окончательно, их не останется, а они и так с этими мясными штурмами обнуляются. И как бы сказать, ну все, больше ЧВК Вагнера не существует, поскольку нет личного состава, нет финансирования, а Пригожина уже решать по обстановке, то ли в Африку отправить или убрать вообще, понимаете. А действительно будут созданы, скорее всего, и уже функционируют. Не знаем, насколько они эффективны, насколько они задействованы в непосредственных боевых действиях, как структуры, не как там отдельные группки какие-то, какие-то экспериментальные. Вот эти структуры, подобные ЧВК Вагнер. Естественно, никакого регулирования нормативного, как раньше говорили, а давайте законом регулируем, скорректируем статью за наемничество УК, обозначим, что есть наемничество, что нет. Но этого точно не будет для того, чтобы не нести ответственность, чтобы не инститализировать окончательно все эти структуры. Но, безусловно, использовать их будут. И они очень эффективны. Да, конечно, Украина – это один момент. Тут можно считать как? Когда зэков используют, это действительно эффективно. Их не жалко, их можно тратить десятками тысяч. Но вот за пределами России и украинского конфликта они очень хорошо себя показали. То есть в Африке, где они продолжают работать, в Сирии, в Ливии, в ряде других мест. Очень удобно списывать все на ЧВК Вагнер. Потом менять станет ЧВК Рейд, ЧВК Патриот. И так их постоянно убирать. И правильно было сказано о том, что можно не нести ответственность за преступления военные, которые отписываете на этот ЧВК. И более того, ввиду огромной смертности, гибели контрактников ЧВК Вагнер, ведь это еще и материально, на самом деле, гораздо выгоднее. Гораздо выгоднее. Потому что ты платишь, да, повышенную зарплату, это контракт. Но поскольку такая жизненная модель очень короткая, такая по хронологии, там, сколько такой живет Вагнеровец? Зэкон или доброволец? Неделю, две, ну месяц, ну два месяца. Какие-то исключения составляют шестимесячные контракты. А потом, как бы, вы знаете, я думаю, что там с обеспечением материальным, всем остальным, все очень-очень плохо. Там вроде бы их приравнивали к военнослужащим Министерству обороны. Но, судя по той информации, которая доходит, похоже, что не так, чтобы эти обязательства соблюдаются по части выплат, там, компенсаций за погибших, пенсии каких-то военных и так далее. Ничего этого практически нет. Поэтому, по сути, очень удобно, да, расходный материал в виде вот этих мясных батальонов или, там, мясных взводов, которые бросаются на штурмы, потом просто-напросто списывать, как будто их и не было никогда. Поэтому практика рейда и патриоты им подобных, ЧВК, Вагнер, таких же ЧВК, она будет, пока идет конфликт в Украине, но, в принципе, так сказать, и за пределами конфликта в Украине, ну, войны, естественно, в Украине, их будут использовать обязательно, потому что они доказали удобство и эффективность этого всего. Марк Захарович, но говоря о Пригоржине, он выложил очередное такое обращение, и, как я понимаю, там, вот то, что я смотрел на фоне, там, могилок, он обращается по поводу того, что ВСУ не отступают из Бахмута и ни о каком наступлении Россия на этом направлении сейчас. Речь не идет. И, возвращаясь к вот этим позициям, озвученным Пригоржиным, и к тому, что он, ну, как бы, вот, он по-украински так биткается, да, он так просто вот сетует на то, что вот, ну, беда-беда, нам нужно что-то решать, да, и чтобы иметь положительную динамику, как он об этом говорит, захватчикам необходимо решить три вопроса, да, надо убедиться, что у россиян нормально организованное командование, вот так, намек такой, да, вот, надо проверить надежность и защищенность флангов, но, опять-таки, на повестке дня стоит обеспечение снарядами. Марк, вопрос, вот, а кому, собственно, вот это обращение? Вот, вот, что это за посылы, и почему он продолжает это делать, да, несмотря на то, что мы уже понимаем, в какой ситуации сам Пригоржин оказался. Ну, вот этой связке отношений в целом с руководством Российской Федерации и с руководством, в частности, Министерства обороны РФ. Да нет, там один адресат, у всех его заявлений, у всех обращений, у всех записей, это один только адресат, это сам Путин. Так, а на что он рассчитывает, Марк? Ну, вот что, типа, вот Путин посмотрит, или что, ему принесут, или как вот, да, вот этот капитан ФСО Каракулов, да, вот это интервью-досье, он же что говорил, что Путин же ж вне интернета, Путин вне телефонов, ему приносят папочки, вот смотрите, вот вас, что он посмотрит, каким образом, или Путину передадут, вот вопрос, что заставочка такая, Пригоржинская здесь должна срабатывать. Ну, так, а какой еще у него выход? А, вот хороший, да, хороший, хороший нюанс. Он сам говорит, погодите, он говорит, меня отключили от всех телефонов. Да, беда, беда, нет, нет выхода на высшее руководство. Его не приглашали на послание Путина в федеральному собранию, если вы помните, он тоже так с абитцей сказал, а я тут делаем и занимаюсь, но меня не пригласили. Значит, а какой у него способ? Он же не может там на деревне дедушки написать ему там письмо, да, и ему доставить. Ну, то есть, у него это единственный способ. Он, конечно, поигрывает с какими-то политическими смыслами, еще и к общественному мнению апеллирует для того, чтобы вот смотреть. И вот я вот, кстати, вижу, что вот так почитываю, у меня в ТикТоке есть аккаунт, я про Пригожина, значит, делал всякие короткие шоты, я почитываю комментарии, вот, россиян, я имею в виду ватной среды, потому что там чистить невозможно абсолютно, ТикТок это такая платформа, так себе. Так они просто восхищаются. У меня там был такой сюжет, я говорю, ну, вот вы представляете, вот где-нибудь в Америке вот был бы, значит, я приводил бурю в пустыне, которую командовал генерал Шварцкоп, и у него бы в командующем направлении был бы какой-нибудь Чарль Мэнсон, знаете, который сидел, Чарль Мэнсон за убийство сидел. И он бы там, йоу, дай снарядов там и так далее, представляете? А в России это возможно. Человек 9 лет сидевший, оказывается, чуть ли не военачальник и так далее. Так вот, комментарии про Пригожина все очень комплиментарные. Просто на 90%, да 100 практически. Он охренительный мужик, он, ну, понятно, как украинцы комментируют. А в России, значит, все-таки, ну, можно считать, не считать это фокус-группой, но, похоже, им восхищается. Он доходит до обывателя, до россиянина, потому что то, что он сидел, то, что, значит, он с зэками, значит, общается, собирает их там и так далее, у себя в ЧВК, там, то, что даже они гибнут. То есть это как бы в плюс ему в общественном мнении. Но, опять же, он же понимает, что народ не субъект, он ничего сделать не может. Народ не может возвести на трон Пригожина, этого не будет никогда. Но он через это пытается, опять же, вот смотрите меня, и общественность поддерживает. Владимир Владимирович, услышите меня, не надо меня гнобить, дайте мне снова возможность пополнять ряды ЧВК Вагнер с зэками, а ему в январе запретили. Это тоже еще одна очень существенная проблема, которую почти не решаем. Потому что добровольцев-то, на самом деле, уже и не остается. Уже всех вытратили. Значит, дайте мне снарядов, дайте мне денег. Там еще, кстати, очень серьезная проблема, наряду с снарядным голодом и там боеприпасами. Это деньги. Насколько я понимаю, его начали обрезать очень существенно по финансированию. Он же не за свой счет все это содержит, все это сказки. И эта проблема, она нерешаема, она только путем вытрачивания. Вот все, последние там погибли, но остался личный состав, несколько тысяч человек, какие-то инструкторы, базы, охрана. Ну и все. И, собственно, можешь, хочешь трать их, хочешь не трать. Там уже в зависимости от. Но это точно недостаточно, чтобы силами одного ЧВК Вагнер взять Бахмут. Понимаете? Поэтому я думаю, что адресат, повторяю, один, а разными способами он к нему доходит, пытается подойти. То ли личным обращением, то ли через апелляцию к общественному мнению, которая, повторяю, вообще никакой роли не играет. Путин не интересуется общественным мнением вообще. То ли, так сказать, через каких-то, может быть, жучков, доверенных лиц. Он все-таки с ВСБ сохраняет достаточно тесные отношения, в отличие от Генштаба и, собственно, Минобороны. Вполне может быть, что это как бы последняя попытка достучаться. Но я полагаю, что с Путиным все согласовано. Без Путина Минобороны и Генштаб так рисковать бы не стали. Макс Захарев, давайте далее о пополнении возможном, которое предполагается набрать в рамках мобилизационных процессов, ну а также вот этой весенне-летней призывной кампании. Далее говорим о том, что полтысячи жителей города Севастополь в аннексированном Крыму планирует мобилизовать Россию на войну против Украины. Но, как сообщает Крымреалия, призывная кампания стартовала 1 апреля и завершится 15 июля. Российские власти утверждают, что большинство новобранцев распределят на Черноморский флот России, но и также подразделения Южного военного округа Федерации. Оповещение жителей Севастополя осуществляется в электронном виде, а повестки вручает и лично. По данным российских властей, тем, кто по личным убеждениям не может быть российским военным, предлагает обучение по курсу подготовки санитаров. После их направят в медицинские организации вооруженных сил России. Марк Заканович, тут возникает вопрос. Там же мы говорим о разных цифрах. Да, в рамках этого призыва, по-моему, 147 тысяч человек. Там Медведев, по-моему, взялся курировать вопросы на боре разных добровольцев и разных других категорий россиян в рамках 400 тысяч человек. Ну, во-первых, как вам цифры? Насколько реально в рамках этих процессов присоединить или привлечь новую живую силу? Ну, и как в целом это влияет, я не знаю, можем ли говорить о отношениях россиян к войне России против Украины или к войне Путина против Украины? Вот по вашему мнению. Здесь надо разделить. Вот то, о чем мы говорим, это срочная служба. Да. Это молодые, возраст, сейчас они подняли планку предельную возраста для возможности срочной службы, призыва на срочную службу. И эти 147, 135, 150 тысяч, они каждые полгода повторяются. Они собираются призвать эту цифру. Она в лучшем случае там где-то, ну, половина, иногда, может, 60 процентов, они призывают молодых людей. Это выпускники школ. Между прочим, вы знаете, что школа 18 лет заканчивает. В России 11-летка, и учитывая, что идут 7 лет, прибавить 11, 18 лет, и ты со школьной скамьи можешь угореть прямо на год в армию. Пока еще это годичная служба. Срочников они как бы пока не используют в качестве живой силы на войне с Украиной. Это было вначале, это было. Почему? Потому что их подвели к границам, ведь исходили с того, что 3 дня, ну, там, ладно, части какие-то укомплектованы срочниками. Там же не было никаких недобровольцев, никого, были контрактники. Контрактники выполняли свою работу, ну, а срочники там где-то, значит, где-то он танчик подгонит, где-то он там, ну, прошедший курс молодого бойца, уже специалист с военноучетной специальностью. Они были, они начали гибнуть, они начали попадать в плен. Потом этот отлив произошел, потому что начался виск. И как бы срочников перестали использовать, насколько я понимаю, из того, что мы знаем, срочников сейчас ни среди пленных, ни среди убитых нет. То есть, вот молодых людей, их нет там, да. Но я бы сказал так, что этот резерв все время есть, все время сохранится. Я напомню, в двух войнах в Чечне, ну, во второй меньше, но в первой воевали срочники, понимаете. Других не было. Других не было. То есть, ну, по контракту были какие-то там небольшое количество. Но в основном это были срочники обычно. Но там еще советского, что называется, образца молодые люди были. За это там четверть века они сильно инфантильно, так сказать, понизились во многом, да. Значит, вот срочников они пока не используют. Но это, безусловно, НЗ, который они используют, если вдруг дела пойдут совсем плохо. Ну, например, в Крым вторгнутся войска вооруженных сил Украины. Тогда я не исключаю, что хоть срочники, хоть не срочники, бросят всех. Разбираться не будут. И эти 500 призывников из Крыма, они все вот в эти окопы-то и сядут. Поэтому тут иллюзии питать не стоит. То, что там Медведев, ну, Медведеву ритуально поручают. Поэтому формальный зам секретаря Совбеза Российского ООН, наверное, изображает, что он будет курировать вот этот набор этих 400 тысяч контрактников. Причем, заметьте, контрактников ведь набирают в том числе из тех, кто проходит срочную службу. Вот здесь есть такая ловушечка. Если ты уже курс молодого бойца прошел, если ты уже полгода в армии отбыл, формально имеешь право подписать контракт. Не на следующий день по окончанию службы через год, а раньше. То есть, конечно, подписать контракт, еще не будучи, пройдя все это обучение, конечно, с этим сложно. На это не пойдут. Я думаю, массово этого нет. Но вот если ты прошел, больную учебную специальность получил, формально из числа вот этих 150 тысяч, которые они набирают, о которых мы говорим, срочников по призыву, они вполне могут кого-то отбирать, убеждая или заставляя становиться контрактником, а там уже, извините, куда отправят, туда отправят. Они сильно ужесточили законодательство по контракту. Раньше же в начале войны, знаете, как было? Все, я типа разрываю контракт, до свидания, я уезжаю домой. Сейчас ты уже не имеешь права никакого контракта разорвать. То есть, если ты подписал, то тебя направляют, и пока действует контракт, ты будешь выполнять указания руководства. И если тебя отправили на войну, то ты подчиняешься всем требованиям, как и относятся к кадровой армии, присяга и все остальное. Поэтому теперь вот уехать, извините, я разрываю контракт, считайте, моя подпись недействительной, теперь уже невозможно. Они уже об этом позаботились. Поэтому те, кто воюет из числа контрактников, они вот так просто снятся и уйти уже, не могут. Их контракт действует с учетом военного времени, тем более. Так что, видите как, резерв будет, резерв они пополнят. Другое дело, что в ППХ, вот при том состоянии армии, он не будет лучшим, да, по сравнению с тем, что уже имеется. Он не будет лучше, это очевидно. Хоть ты контракт набирай, хоть заставляй срочников подписывать контракт, все будет приблизительно так же, как сейчас. А сейчас у них ситуация складывается ужасно, и наблюдатели, допустим, иностранные эксперты, в Украине тоже, они же оценивают качество состава мобилизованных, да и контрактников тоже. Оно предельно-предельно низкое, потому что они не подготовлены, они ничего не умеют, их бросили даже пусть с небольшой подготовкой в несколько месяцев. И что, а какие результаты? Вот 21 сентября они провели мобилизацию, да, они начали ее прошлого года. Какие результаты ее сегодня, вот на сегодняшний день, 7 апреля, какие они? Взятые солидары бои за Бахмут, ну все. Ну и мы видели, что творилось со 155-й бригадой под Угледаром. Это вот такие мощные, значит, примеры того, как помогла мобилизация, да. Никак она не помогла, вот и все. Поэтому ситуация не улучшится. Для этого нужны годы, годы, да, один, два, три года, чтобы улучшить качественный состав профессиональных контрактников или там, так сказать, срочников, которые конвертируются в этот профессиональный состав. Мне кажется, этого времени у Москвы нет. Марк, да, напоследок хотел бы, ну не то чтобы там пройтись, а акцентировать внимание на этом интервью, которое дал бежавший, да, из России капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов в интервью Центру Досье. Но вы уже отмечали, что Путин, в принципе, по барабану мнение народа, да, он функционирует в рамках определенного круга людей, которые ему и предоставляют информацию. Так вот, Каракулов тоже отметил, что вся информация, которую Путин получает, только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода таком информационном вакууме. Я тут хотел бы у вас спросить, по вашему мнению, знаете, есть такая фраза, всем известная, да, что вот короля там делает свита по большому счету. Получается, тут так же, вот Путин окружил людьми себя, которые ему предоставляют ту определенную информацию. Так тут как, вот кто кого играет, они его или он их. Вот получается, что те люди заинтересованы в нынешнем состоянии дел, и вот этому диктатору предоставляют всю информацию, которая, ну, должна и их обеспечивать, и его, в принципе, у власти. Ну, смотрите, первое, о самом Каракулове, да, он, мне кажется, вполне полновесным, достоверным источником. Во-первых, потому что у него уровень-то невысокий, он капитан. Да, капитан. С технической связью, там, обеспечением вот этого всего. Но он же не личник такой, который, извините, вплоть до туалета в этот чемодан открывает. Да, он, куда Путин, как открывает. Господи, обеспечивал чемоданные настроения, да, Путин. Но, кстати, из того, что он говорит, можно догадаться, что, наверное, чемодан точно есть. Скорее всего. Сказал, что он параноидален, да. Знаете, что он рассказывает? Он говорит, что он интернет не читает, да, телефоном, мобильный. Ну, они все, любые президенты, будем честны, никто не пользуется мобильным телефоном. Это запрещено, потому что, ну, как бы, Обама, помню, скандалы были, он свой Блэкберри отказывался. Очень тяжело от него. То есть, у всех это ограничение. Но интернет, это, конечно, это я тебе дам. Что называется, не пользоваться 21 веке интернетом, ну, собственно говоря, это, конечно, впечатляет. Более того, более, он что говорит? Телевизор, везде, куда он не приедет, поставьте ему экранчик, и он смотрит там три канала, там, сколько там. Ну, то есть, понятно, что он смотрит. Он смотрит Соловьева, они с ним разговаривают, там, Скобеевы, Шмобеевы, там, кто Симоняны. Ну, вот такой набор Киселев, наверное. Наверное, я его не уточнял, но я думаю, речь именно об этом. То есть, он действительно находится в таком целлофане, в таком пузыре, из которого он не уходит. Этот Караков подтверждает, что папочки, что он параноидальный, что он бункерный. Вот это изоляция, вот эти карантинные постоянные мероприятия, что люди, которые работают с Путиным, должны проходить карантин. Самые близкие, да. Это говорит о чем? Ну, это, естественно, понижает количество контактов самого Путина, потому что, ну как, карантин есть карантин. Поэтому, скорее всего, с высокой степенью вероятности, Караков вправ в этой деталях, которые нам нужны для общей оценки. Он изолирован. Он не понимает до конца, что происходит. Он исходит из этих папок с тесемочками, а приносит их те, кто действительно заинтересован в том, чтобы война продолжалась. То есть, это руководство ФСБ, Совет Безопасности, СВР и так далее. Потому что, а если как-то по-другому, то что? Если, так сказать, дать реальную информацию, принести в папочках вот наше с вами интервью, и что тогда? А что, у нас действительно, что ли, так? А у нас, а что там? То есть, а как это так? Давайте, а что, мы действительно, у нас ресурсов-то ноль? Вот, и так далее. То есть, да, конечно, потому что и без того все плохо, понимаете? И ухудшать они не хотят. Та же армия, генштаб, они же должны взять на себя ответственность за то, что они эту авантюру начали, понимаете? И за три дня собирались Киев брать, а сейчас неизвестно, что в результате контрнаступления будет. Как бы вообще говоря, так сказать, до Москвы всего это не докатилось. Ну, может, не силами ВСУ, но чем-то другим. Поэтому, естественно, сейчас это уже средство предохранения. Лучше играть по этим правилам, если что спишем все на старичка. Скажем, что это он во всем виноват. Но сегодня, безусловно, это изоляция очень высокого уровня, безусловно. Так что, в этом, я думаю, этот Караков не врет. Он абсолютно точно. Марк Фегин, российский правозащитник, был с нами на прямой связи.